Здравствуйте, меня зовут Александр Плющев, и в программе «Особое мнение» у нас Андрей Нечаев из партии «Гражданская инициатива», экономист, добрый вечер. Здравствуйте. Многие вот сегодня озаботились как-то и думают, уже может быть срочно пойти в визовый центр или прямо в посольство, чтобы продлить или оформить визу какую-нибудь, потому что, может быть, их и прикроют скоро. Ирина Тюрьевна, глава Российского союза творческой индустрии, обратила внимание на законопроект в Думе об аккредитации этих самых визовых центров. Удобная штука, на самом деле. Но, как следует из этого законопроекта, все они могут быть закрыты из-за того, что посольством будет их не очень выгодно держать. Это насколько реальная угроза, и насколько надо торопиться в визовый центр сейчас? В России торопиться надо всегда. Вот положил, как шутил один профессор, еще когда я в Академии наук был, премия – это не когда тебе начальник ее обещал, а когда ты в кассе получил, в карман положил и за угол завернул. Вот в России это когда вот уже у тебя виза в кармане, вот тогда ты можешь быть спокоен. Ну, это все из серии, конечно, на зло маме отморожен уши, потому что понятно, что никакого ущерба в рамках санкционной войны мы нашим западным, как любит говорить президент, коллегам не оказываем и не наносим. Я думаю, что это все из серии, на самом деле, передел туристического рынка. Вот эти войны, рынок, не бог вести там какой огромный, но, тем не менее, достаточно интересный, и эпизодически вот на нем вспыхивают войны, когда вдруг одна, две, три крупные компании в одночасье банкротятся, уходят с рынка, но клиентов их тут же подбирает какая-то другая, видимо, более правильная компания. Входят даже злые слухи, что якобы они связаны вообще с правоохранительными органами, вот, но свечку не держал, ну, вот сейчас нашумевшие... То есть те, которые выживают, они силовыми структурами как-то завязывают. Да-да-да-да, вот те, от кого уходят клиенты, ну, вот они как-то там не нашли с ними общего языка, но вот сейчас это нашумевшая история с компанией Натали Турс, конечно, гигантский передел рынка, вот, и я думаю, что... Натали Турс, что, не сумели общего языка с ФСБ найти, или что? Ну, я не директор ФСБ, не директор Натали Турс, но вот... Нет, там, они-то вообще на чемпионат мира грешили, говорят, никто летать не стал, но у нас тур, все сидят дома, телевизор смотрят. Ну, вот, я был знаком с владельцами одной крупной российской туристической компании, не буду ее сейчас называть, у них была ровно такая же история, вот они были на, даже не на 99, а на 100% уверены, что по факту бизнес отжали правоохранители. Поэтому, ну, это, собственно, даже ключевого значения не имеет, кто там получает доход от этой туристической деятельности, потому что российские граждане нормально, без больших проблем, и желательно относительно дешево, могли ездить по миру. Значит, соответственно, вот любой заборчик, который в этом пути появляется, это скверно. Безовые сенсы, ну, ладно, в Москве, там еще можно отстоять очередь в посольство и как-то туда проникнуть. А если человек живет где-нибудь там в Тюмени и не в областном городе? Ну, так-то они вроде, вот я почитал законопроект, так-то они вроде хотят хорошую вещь сделать, чтобы 20 региональных отделений было у компании, которая предоставляет эти услуги, что 20% иностранного участия только, наши отечественные бизнесмены будут этим заниматься, что же плохого-то? Ну, вот смотрите, вот у нас такая тема вечная и любимая для наших властей, это поддержка малого и среднего бизнеса. Да, вот как раз значительная часть туристического бизнеса, это малый и средний. Как только вы начинаете разговоры, а потом соответствующие там законодательные действия, что надо 20 региональных отделений и так далее, да, Понятно, что это априори крупная или суперкрупная компания. В секторе, где совершенно они не нужны, где прекрасно средний бизнес с этим справлялся, если вы ему искусственно не ставили препонов. Ну, вот это тот случай, когда, а потом в конце концов кончится госинтуристом, и все будет хорошо, как в банковском секторе, уже практически кроме Альфа-банка весь государственный. Вот. Боюсь, к тому же, пройдем и в туру индустрии. Не здорово, но, может, у нас появятся какие-нибудь защитники. Защитники, в общем, может быть, не самые ожидаемые, но, тем не менее, вот кто знал, что Наталья Поклонская ступится за всех будущих пенсионеров? Кто знал, что Сергей Железняк вовремя не придет куда-нибудь? Видите, какие люди появляются по нашу сторону баррикад? Ну, тут все-таки, знаете, разные истории. Вот я, как, думаю, значительная часть вашей аудитории, госпожа Поклонская, отношусь с некоторым скепсисом, я так деликатно выражусь. А вот к Железняку я отношусь глубоко негативно. И Поклонская единственная, кто проголосовал против, а Железняк сослался на нездоровье. Это как бы две разные истории. Он взял, как у нас говорят, больничный лист и под этим поводом, значит, не пришел и не участвовал в голосовании. Как-то кажется, слишком показательно было все равно, это не ясно. Ну да, но это все-таки такая вот... Сейчас вроде бы уже про отставку заговорили. Такая все-таки фига в кармане, знаете. Ну, вообще будет очень забавно. Будет очень забавно. А если, по аналогии с КПСС, у нас вдруг в какой-то момент образуется демфракция партии «Единая Россия», да ее возглавит там какой-то Милонов, например, или Поклонский, или Железняк. Нет, это замечательно. Это замечательно. Вот конкретные персонажи, лично у меня, все-таки вызывают больше вопросов, чем поклонения. Ну, то есть, вы считаете, что это не их позиция, это не их искреннее, так сказать, желание проявить себя, вступиться за народ? Нет, 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 нет. Я так никаким образом не считаю. И при всех там справедливых, на мой взгляд, насмешках в адрес Поклонской, связанных с тем, что бюст императора замироточил, и другие, и ее борьбу с кинофильмами, ну, это вызывает, конечно, просто восторг со знаком минус. Вот, но в данном случае я как раз с искренним уважением к ее позиции и к ее поступку отношусь. То есть, она искренняя в данном случае? Ну, она проголосовала против, это поступок, когда ты один встаешь против идущей на тебя лавины, это поступок. Ну, то есть, вы в эту конструкцию верите, потому что, я не знаю, я-то слышал другие точки зрения, что ей сказали, что надо так проголосовать, чтобы вылепить из нее образ гонимый сейчас, и как раз страдающие за интересы народа, чтобы часть народа, которая особенно обеспокоена Единой Россией и ее планами, чтобы она пошла за нужными людьми, а не за кем попала. Слушайте, вот, ну, чтобы эту тему закончить, а вот те, кто под предлогом, там, больничных, загрантуров и так далее, не пришел и показал фигу в кармане, вот они у меня никакого уважения не вызывают. Сейчас уже настолько власть заметалась по поводу пенсионной реформы, и вот это странное, более чем странное выступление Владимира Владимировича, когда, помните, он на Хрущева ссылался, на Ельцина, и сказал, что он просто выполняет их заветы, странная была аргументация, не очень убедительная, на мой взгляд. Вот. И сейчас они начинают какие-то такие новации, иногда экзотические просто. Вы знаете, да, наверное, вот нашумевшая новость, Минтруд выступил с инициативой уголовного, не абы какого, не штрафы, а уголовное преследование предпринимателей за увольнение людей в предпенсионном возрасте. Ну, понимаете, даже ничего более абсурдного придумать нельзя. То есть теперь, если ты в предпенсионном возрасте, тебя не уволили раньше, ты можешь не ходить на работу, можешь выпивать на рабочем месте, можешь посылать начальника на три буквы, и точно уж ничего не делать, тебя уволить нельзя, потому что это будет уголовная статья. Но самое главное, это же совершенно очевидный месседж, сигнал бизнесу, что, чтобы не иметь никаких проблем, значит, уволить человека в 54 года. Ну, да, то есть... Ну, или там, какую они границу предпенсионного возраста установят, я не знаю, в связи с его повышением. Вот, значит, просто это совершенно, ну, потому что, ну, кому нужны эти разборки с собственными сотрудниками, которые, по крайней мере, какие-то наиболее ушлые из них, понятно, что будут работодатели этим шантажировать. Никому это не нужно, у нас бизнес и так стонет от административного давления. Значит, просто автоматически этих людей обрекают на увольнение. Хотя и так, один из главных вопросов в пенсионной реформе, а что будет с рынком труда? А что будет с молодежью, которой искусственно оставили несколько миллионов конкурентов? А у нас, напомню, или кто не знает, просто скажу, у нас при общей такой, очень приличной безработице, там, в 5%, даже чуть меньше, безработице среди молодежи в 18%. И сейчас вы еще оставляете на рынке административным путем людей, в том числе, там, скажем, с какой-то хорошей квалификацией, с которыми, там, молодым людям, которые только закончили ВУЗ, конкурируют трудно. Это не единственный вопрос в пенсионной реформе, но один из самых серьезных. Где компенсирующие механизмы на рынке труда? И вот, пожалуйста, и вот это такое чудо в перьях, значит, будем сажать. Об этом с Андреем Нечаевым мы продолжим после небольшого перерыва. Андрей Нечаев из партии Гражданской инициативы здесь у нас в студии. Мы продолжаем про пенсионный возраст и все, что с ним связано, с этой так называемой реформой вокруг. Но я даже слышал точки зрения, что вообще повышение пенсионного возраста – это одна из частей подготовок России к войне. Ну, потому что вот все ваши вопросы, которые возникают... Вместе с инвентаризацией автомобилей и предназначенных сейчас на улице. Да, инвентаризуют и население. Да, вот, а каждый день, да, приходят какие-нибудь такие новости, которые наталкивают на мысль, что как-то Россия постепенно готовится к войне. С кем, за что – это другой вопрос, непонятно. Но, тем не менее, у людей возникает такое вот паническое настроение, тем не менее. Ну, я думаю, что большинство людей все-таки рассматривает повышение пенсионного возраста не под углом зрения военной подготовки, а очень просто, что просто мне, ну, не мне лично, я уже, слава тебе, Господи, успел в старый пенсионный возраст, а вот тем, кто особенно в предпенсионном возрасте, не говоря уже молодым, просто мне придется работать там на 5... Ну, это конфискация. ...на 5 или на 8 лет больше без той дополнительной оплаты в виде пенсии, которую я мог получать. На самом деле, вот многие... Кстати, вот вы упомянули гражданскую инициативу, у нас недавно была очень горячая дискуссия внутри политсовета по поводу отношения к пенсионной реформе. А кто с кем дискутировал, если не секретно? Ну, и между собой. Есть, скажем, и у нас есть люди, например, Ксения Собчак, которые поддерживают эту реформу или там... Да я не удивлюсь, если она и МРМАСКО и Собянина поддерживает. Дима Некрасов. Нет, ну, есть какие-то определенные аргументы в пользу этой реформы, но все-таки мы приняли в итоге голосование демократической партии, мы голосуем, честно, приняли заявление, которое, ну, там, без каких-то таких выкриков, но осуждает эту реформу, так же, как и повышение НДС. Подождите, вы осуждаете, ну, в качестве заявления, там, на словах, да, вы... Тут протестные акции на этой неделе прямо будут, вы будете к ним присоединяться как-то, сами что-то организовывать? Вот, мы сейчас как раз вот будем рассматривать вопрос, поддержим ли мы акцию либертарианцев. В воскресенье в этом. Да. То есть, вы будете не раньше пятницы рассматривать вопрос, поддержите ли мы акцию в воскресенье. Помимо, как бы, протестных акций, все-таки, мне кажется, еще очень важно привнести некоторую такую интеллектуальную составляющую во всю эту историю. И одно из наших требований к власти приостановить эту реформу сейчас, снять ее с рассмотрения в Думе, или там приостановить, и организовать широкое экспертное и общественное обсуждение, в том числе с разработкой альтернатив. Потому что, давайте назвать вещи своими именами, никакая не реформа. Это тупое повышение пенсионного возраста, на самом деле преимущественно по фискальным соображениям, по соображениям экономии бюджетных средств. Вот все разговоры про демографию и так далее, это в значительной степени отговорки. Но нет расчетов, по крайней мере, никто их не видел. И нет никаких конструктивных предложений, еще раз, компенсирующих меры на рынке труда. Где эти дополнительные рабочие места, и как, за счет чего они должны появиться, которые сто процентов сгубят проблему молодежной безработицы, в первую очередь. Второй вопрос, о чем многие пока говорят мало. Понятно, что перестанут платить пенсию тем, кто достиг прежнего пенсионного возраста, но продолжает работать. А все льготы, субсидии на ЖКХ, лекарства, отсутствие налога на недвижимость. Сегодня единоросс, не веровь, уже сказал, давайте смягчим. Бесплатный проезд. Давайте смягчим, и по возрасту будем льготы отдавать. Вот вам подача, ну, в смысле, смягчение. Хорошо, что даже у единороссов иногда, так сказать, наступает в этой общей каше какая-то структуризация. Но пока ничего такого нет. Никаких решений в этом отношении нет. И если говорить об уровне жизни конкретных людей, то для них вот эти потери льгот, это гораздо больше. И в деньгах, и с точки зрения просто вот уровня жизни, ну, если у человека лишают жилищных субсидий, или человека лишают бесплатного проезда на общественном транспорте, тарифы на которые постоянно растут. Я не видел ни одного просчета такого рода. И, ну, хорошо, вот так сказать, универово наступило просветление. Я буду рад, если это просветление примет форму законодательной инициативы, которая будет принята параллельно с принятием закона о повышении пенсионного возраста, который, конечно, ни у кого из нас не вызывает сомнений, что голосами Единой России он будет в итоге принят, даже если это будет стоить мандата депутата Поклонской. И еще, и еще, вот целая череда такого рода вопросов. Почему, например, мы не использовали западный опыт предоставить людям альтернативу? Ты выходишь в прежнем пенсионном возрасте, ну, или там, скажем, мужчина в интервале с 60 до 65, но получаешь чуть меньшую пенсию. Что сделано, например, в Германии, я этот опыт изучал. Потому что хорошо, вот сейчас ведь говорят, человек в прекрасном возрасте, что-нибудь поздно, у вас просто любимого дела нет. Да, вот вы крановщик, допустим. Бывает и так, что не получилось. 65 прекрасно, лезь на кран. Не получилось любимым делом. А по состоянию здоровья вы там железнодорожным рабочим, который шпалы укладывает, вот у нас женщины носишь полуночную, уже по состоянию здоровья не могут. Так они бы, может быть, согласились уйти пораньше, пусть пенсия будет меньше, она нищенская. Ну, дайте людям альтернативу. И так далее, и так далее. Это я могу до конца нашей передачи еще 8 передач рассказывать. Нет, их правительство предлагает переливочивать, и 5 миллиардов в год. Тем более, тем более, что никакой острой бюджетной проблемы нет сейчас. У нас профицит бюджета. У нас смешное бюджетное правило, когда в доход бюджета идет только нефтегазовые доходы при цене нефти ниже 40 долларов, а она сейчас 73. Я не говорю, что надо все потратить. Почему же? Ну, почему, скажем, из этих денег? Знаете, сколько идет дотации пенсионному фонду? Собственно, на пенсии. Вот не герои, не материнский капитал, не все остальное, а, собственно, на пенсии. Примерно 1,1 триллиона. Давайте мы триллион из доходов нефтегазовых возьмем и спокойно обсудим эту реформу, просчитаем, найдем альтернативы, а не будем рубить топором с плеча. Тем более, что нам демографическую яму обещают между 30-м и 40-м годом, когда там на одного работающих будет один неработающий. Давайте мы к тому времени и начнем все эти брутальные меры предпринимать. Моя позиция. Если все начинать обсуждать, тут опять к выборам дело подойдет. А перед выборами такое дело не обсуждено. Сейчас все, выборы прошли все. Надо сейчас делать быстренько, пока других выборов нет. Ну, или того, что мы называем выборами. Ну, выборы у нас все-таки, или то, что мы называем выборы, спасибо за оговорку, они все-таки идут всегда, идут они совершенно отвратительно, совершенно отвратительно. Я хочу цинично воспользоваться то, что вы мне промечиво предоставили трибуну. Мы сейчас, мы участвуем в выборах, вы знаете, что мы участвовали даже в президентских выборах. Я знаю, что вас не допустили к московским выборам. К московским не допустили, об этом мы сейчас поговорим с удовольствием. Вот, но мы участвуем, мы сейчас выдвинули много муниципальных депутатов в разных местах, и в выборы в законодательные собрания. Вот, горячем, но и без всякой иронии, говорю, любимая республика Калмыкия, где я часто бываю, и у нас там очень сильное отделение, вот они выдвинули список в местный парламент, в Хурал. Значит, я разговаривал сейчас с вот селой Александром, даже она рассмеялась, из чего никак не следует, что будет положительное решение в нашу сторону. Значит, у нас не то, что не зарегистрировали, а не приняли список, потому что его подписал руководитель регионального отделения. Это при том, что региональное отделение по закону самостоятельное юридическое лицо, его председатель, единоличный исполнительный орган со всеми правами, но вот избирком республики Калмыкия получил указание руководства республики Калмыкия, к большому моему сожалению, у меня, как мне казалось, доброе отношение с президентом Калмыкии, он такой европейский человек, в общем, с ним приятно поговорить о европейских ценностях, но в республике, к сожалению, он ведет себя вот как такой хан. И, ну, фантазии не очень богатые, вот придумали такой аргумент, как нас не допустить до выборов. Мне это все кажется совершенно отвратительным. Почему? Потому что вот мы много говорим об отсутствии контроля общества над властью, вернее, о том, что надо его создавать. Так вот это не какие-то общественные советы, где губернатор себе назначает контролеров, или министр себе назначает контролеров. Во всем мире главная форма этого контроля – это выборы всех уровней, от самого маленького сельсовета до президента Российской Федерации. А если мы выборы превращаем в форс, либо вот за счет такого рода странных действий избирательных комиссий, либо за счет того, что создаем такую конструкцию, которая де-факто предоставляет право региональным руководителям просто самим назначать себе оппонентов. Ну, вы понимаете, что я говорю о муниципальном фильтре, так называемом. Причем ведь, смотрите, если бы этот фильтр ввели и потом сказали, а вот теперь объявляем тотальные новые выборы, и кого страна изберет, теми же муниципальными депутатами, вот они будут решать, кому разрешить этот фильтр пройти, а кому нет. А когда эту меру вводят в ситуации, когда Единая Россия имеет тотальный контроль над всеми, или там, ну, 99,9 в периоде муниципальных образований. Причем вот в Москве-то ведь еще коллизия в чем. Ну, в Москве фильтр был введен до выборов. Так я ровно об этом и говорю. То есть могли выбрать, могли выбрать, сплошь гудковцев, но не выбрали. Нет, ну, кстати, выбрали. Но не сплошь. Список Гудкова занял все-таки второе место по Москве. Но это не помогло. Но фильтр-то двойной. На всякий случай-то ведь не просто вам надо заручиться поддержкой некого количества муниципальных депутатов. А в районах еще, да. И не просто в районах, а в 110 районах. Да, да. То есть в подавляющем большинстве районов, слушайте, такого нет нигде в мире. Единственная, по-моему, из крупных стран, Франция, где используется вот этот вот муниципальный фильтр. Но по сравнению с нашим, это даже не фильтр, а просто там какая-то дырявая, решито. Через некоторое время продолжим. У нас в студии Андрей Нечаев. Продолжаем программу особое мнение. Здесь Андрей Нечаев спрашивает его Александр Плющев. И вот Александр Плющев интересуется, что делать избирателю на выборах мэра Москвы. Вот, допустим, он был готов проголосовать, пусть и за Гудкова, или за Яшиной, или там еще за кого-нибудь, а ему оставили такой наборчик, значит, тех людей, которых он и так видит в Думе, ну, я имею в виду представителей партии, да, плюс Сергея Семеновича Собянина, нашего любимого. И что ему идти делать? Вот представитель вашей партии, Гудков Дмитрий, говорит, «Идите, портите бюллетень». Был у меня, значит, здесь еще удальцов, которые, у них есть кумин свой там есть. Тем не менее, он говорит, «Идите и проголосуйте за любого против Собянина. Кто угодно, только не Единой России». Вы какую стратегию имеете? Очень хороший вопрос. Почему? Потому что у нас тоже было по этому поводу очень горячее обсуждение внутри Полицовета. И семь голосов против восьми было за вот мою позицию, и, кстати, Гудкова тоже, что все-таки надо прийти, вот не просто полежать на диване, а занять как бы активную позицию. Помочь Сергею Семеновичу с явкой. Он же хочет явки побольше. Чтобы не дать возможность, по крайней мере, твой голос сфальсифицировать и испортить бюллетень. Нет, я верю в Венедиктова в этом смысле. Мой голос никто не сфальсифицирует. Он глава наблюдательного штаба. Он не даст. Хорошо. Но у нас еще, сколько там, пять с половиной миллионов избирателей в Москве. Хотелось бы, чтобы они тоже как-то не пострадали, а заявили свою позицию. Это год. Моя личная позиция и семи из пятнадцати членов Полицовета, что надо прийти и испортить бюллетень. Ну, там, не знаю, например, написать поверх того кандидата, которого вы считаете достойным. Будет это Гудков или Яшин или небаллотировавшийся, там, не знаю, удальцов. Неважно. Или, там, просто не надо хулиганить, конечно, я к этому не призываю. Вот. Но все перечеркнуть. Ну, то есть, ясно выразить позицию, что вы против всех. Так. Вот. Ну, вот восемь человек у нас... Так, стоп. А что это даст? Мы сейчас во семью разберемся. Это очень интересно. А что это даст в итоге? Мы яблочку поднимем. Сергей Семенович, ладно, хорошо. Кроме этого, никто же не будет считать, сколько там Гудкова вписали. Правда? Нет. Сколько вписала Гудкова, считать никто не будет. Точно. Но, есть, я, конечно, на него надеюсь, но не очень верю. Есть крайний вариант. Поскольку, эти голоса будут учитываться в числе проголосовавших. Так, да. А надо для победы набрать 50% от всех проголосовавших. То есть, они будут против совместных. Если вдруг, вдруг, 25% испортят бюллетень, и они будут признаны проголосовавшими, но их бюллетени будут недействительными, то там, может быть, прямо вот любая экзотическая картина. Никто и не наберет 50% вдруг. Ну, или, по крайней мере, мы там, не знаю, второй тур какой-нибудь смешной получим. Но, в любом случае, это... Подождите, этот расчет показывает, что кандидаты остальные в сумме могут набрать 25%. Ну, например, я... Я как-то, да... Понимаете, что в данном случае цифры абсолютно условные. Очень. Абсолютно условные. Да и 10. Но это... Мне кажется, здесь важно что? Что ты не фигу в кармане показал, а ты... Вынул ее. Доступными тебе в данной истории очень немногочисленными способами все-таки показал, что ты против таких выборов. Что же решило большинство вашей партии? Одним голосом. Одним голосом. Одним голосом. Полицовета. Не партия, а полицовета. Значит, решило более компромиссный вариант, что можно вот так, а можно проголосовать за любого, кроме Сергея Семеновича. А, то есть, ну, то тоже все равно приходить надо. Да, да, да. Нет, нет. Это наша твердая позиция, что приходить надо и надо свою позицию заявлять именно волей заявлением. Вот. Но вот один вариант, он допускает как бы выбор либо испортить бюллетень, либо за любого. Просто я, например, давайте не абстрактно, а конкретно. вот из тех кандидатов, которые там есть, я не могу призвать даже в пику Сергея Семеновича голосовать ни за кого. Ну, за коммуниста я вот, даже если он был просто лучшим из коммунистов, я просто биологически не могу призвать за него голосовать. Дегтярев из ЛДПР есть, пожалуйста. Вот. Да. Ну, а когда там просто не хочу никого лично обидеть, но когда там четыре или, я не знаю, Балакина восстановили, вроде бы. Обязали восстановить, но пока не восстановили. Пять там, не важно, ну, по сути, фейковых кандидатов, я не могу призывать ни за кого из них голосовать даже в пику кому-то. При всех претензиях там действующему мэру. Поэтому моя позиция давайте испортим. Ну, мои более толерантные коллеги говорят, что можно и так, только за любую партию, кроме Жулика Суворовна. Чтобы ваш голос не использовали. А в чем проблема даже его использования голоса в данной конфигурации? Там все равно же победит Собянин. Все же знают это. И вы, и я, и все слушатели, которые сейчас слушают, все знают, что победит Собянин. Ну, используют голос, не используют. Ну, какая разница-то? Как это Лев Николаевич Толстой говорил? Не могу молчать. Так. Вот, я считаю, что... Только выразить позицию. Конечно, это только позиция. Конечно, с вероятностью, там, ну, не знаю, не 99, но 97 процентов мы уже с вами знаем итоговый результат выборов. Мы не знаем, сколько там будет процентов. 65 или 78. Но если представить себе, что организаторы этой компании захотят продемонстрировать всенародную или как это, всемосковскую поддержку любимого мэра и там написать 85 процентов, то я вот своим этим, значит, жестом все-таки буду им очень в этом мешать. Понятно. Ну, я-то думал, что если кандидата, который действительно, как он говорит, имеет поддержку в Москве, да, у него есть там и муниципальные депутаты, там, да, это... Это у кого? Ну, Гудкова. Есть, да? Правда? Вот, я думал, что если его не допустят к выборам, то, ну, по меньшей мере, хоть кто-то выйдет протестовать против этого. Ну, как? А не вышел никто почему-то. И он не призвал. Не призвал. Может, не это поддержки-то никакой? Ну, знаете, есть же только такие косвенные признаки, да? Например, там число людей, зарегистрировавшихся у него на сайте, кто готов работать волонтерами. Это несколько там тысяч человек. Это число голосов, которые в одном из московских округов за него были поданы на выборах 16-го года в Государственную Думу. Достаточно большое количество людей. Вот. Давайте вернемся к экономике, с вашего позволения. Бог с ними, с выборами, про которые мы все знаем. Вот про экономику, может быть, не все знаем. Про... Тут и на днях была история про валютные депозиты, что Центробанк решил порегулировать валютные депозиты, ну, в том смысле, что привлечение валютных депозитов теперь будет стоить банкам дороже. Дестимулировать привлечение валютных депозитов. народ иногда подлинненький, хранит деньги почему-то не только в рублях. Ну, подлинненький народ. Вот. И, ну, как-то вот решили, видимо, это дело отрегулировать в очередной раз. Это нам чем чревато? Банки перестанут в валюте хранить деньги? Наши? Нет, это чревато тем, что, кстати, в последнее время шел активный рост ставок по валютным депозитам. Даже, даже Сбербанк всегда очень такой консервативный и осторожный поднял там при крупных суммах до 3%. Но они в свое время упали сильно. До 3% в долларах. Ну, слушайте, мы были счастливы для граждан, плохие для страны времена, когда тот же Сбербанк в валюте давал 7% в долларах, а в рублях вообще до 26% доходило. А вот в пике кризиса 2014-2015 годов, когда просто держались за деньги населения, ну и хоть немножко население на этом подкормилось. Ну, кроме тех, кто потерял свои деньги в некоторых банках, странная история. Вот, честно говоря, история странная. Мне кажется, что Центральный банк, конечно, явно перестраховывается. Ну, я откидываю сейчас политическую версию, что вообще в рамках санкционной войны мы забираем деньги из Америки, мы переходим на... Из ценных бумаг, имеется в виду. Да, из казначейских обязательств Минфина США, большие изъятия сейчас были, наверное, слушатели знают об этом. Мы переходим на торговлю, ну, по крайней мере, нашими ближайшими партнерами и союзниками не в долларах и так далее. Вот это вот такая активная дедоларизация экономики, это такая вещь политическая, ну, наверное, Центробанк как-то там тоже в этом участвует, и тогда это такая мера политико-идеологическая. Но, я думаю, что, конечно, главная причина другая. ЦБ у нас в последнее время, он сам себя назначил, отвечает в первую очередь за инфляцию, таргетирование инфляции, борьба с ростом цен, больше он не занимается там ни курсом, ни чем другим, вот главное, это борьба с инфляцией. И это означает, что ЦБ, конечно, испытывает некую озабоченность. Я эту часть озабоченности вообще говоря, могу разделить, потому что совершенно очевидно, что повышение НДС это сильный инфляционный импульс. Там официальная оценка, что это даст дополнительно полтора процента роста, некоторые склонные к апокалиптическим оценкам и прогнозам эксперты говорят там про 5-10 процентов. Население на всякий случай готовится к повышению цен чуть не вдвое. Надо к худшему готовиться. Чуть не вдвое, но понятно, что будет сильный инфляционный импульс. У нас минутка. И с другой стороны, если продолжится девальвация рубля, недавно мы зафиксировали очередной скачок курса доллара и падения рубля, понятно, что любая девальвация рубля это всегда тоже дополнительный инфляционный фактор. И видимо, вот сочетание двух этих моментов руководство Центрального банка неким образом напрягло и оно решило охладить пыл по крайней мере граждан, которые хотят инвестировать в доллары, потому что это все подгоняет курс доллара вверх. Но на самом деле мера не такая однозначная, потому что что придумал Центральный банк? Десять секунд. он придумал повысить нормы резервирования. То есть если банк привлек деньги в валюте, он больше отправляет в резервы Центрального банка. Тем самым Центральный банк забирает деньги из экономики. Понятно, что это будет дополнительным ограничивающим фактором для экономического роста, хотя сейчас в принципе в банковской системе денег переизбыток ликвидности. Но все равно такая мера неоднозначная. Спасибо большое.